Они такие разные и все-таки они вместе. Могущественный орган и мелодичная гитара. Представить такой ансамбль сложно, его нужно услышать. И такая возможность у сочинцев есть. Концерт пройдет в рамках юбилейного 20-го международного фестиваля органной музыки. В Сочи дуэт приехал впервые и сегодня у музыкантов состоялось первое знакомство с залом и инструментами. Очень приятный инструмент, богатый тембровый по звучанию. И мне кажется, нам, так как у меня стояла задача в дуэте с гитарой, например, в концерте «Аранхуэс» изобразить оркестр, мне кажется, что здесь это удается очень даже хорошо. Главная органистка Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии и архангельский гитарист впервые сыграли дуэтом 4 года назад. Как оказалось, поле для совместного творчества довольно обширное. В репертуаре уже есть несколько программ. Эту собрали специально для Сочи. Для меня лично было большим открытием то, что испанская музыка практически вся с легкостью перекладывается на такой ансамбль, как гитара с органом. У нас есть в программе такой танец «Солярис». Это испанский народный танец. Я никогда не думал, что этот танец, типичный испанский, андалузский, яркий, очень темпераментный, фламенко, в общем, настоящее, может звучать с органом. Я просто себе этого не представлял, но когда мы попробовали впервые, это было очень здорово. Дело в том, что орган в старинной музыке привычен. А вот что касается струнных инструментов, то раньше чаще всего использовалась лютня, сейчас ее заменяет гитара. И с большим успехом. Испанские композиторы доминируют в концертной программе. Отсюда и название «Под небом Испании». Но есть и произведения французских авторов, современная музыка Ханса Андре Штама и композиции в латиноамериканском стиле. В этом году фестиваль полон сюрпризов. Необычный союз инструментов можно будет услышать не только в субботу. На следующий день, 15 сентября, у нас программа «Орган» и ударные инструменты. Литавры, барабан, ударная установка, ксилофон. Тут называется немножко пошумим, да? То есть это тоже впервые. И тоже как бы представить, что к органу добавляется еще такой вот боекомплект из мира ударных инструментов, тоже, наверное, не каждый мог бы. Так что у нас таких, в общем, неожиданных сочетаний в этом сезоне немало. В зале органа и камерной музыки также выступят польский органист Богдан Нарлах, российские органистки Светлана Суханова и Людмила Голуб, а музыканты из города-побратима Баден-Баден сыграют произведения для органа и трубы. 29 сентября, в день закрытия фестиваля, сочинский симфонический оркестр даст концерт с венгерским музыкантом.